МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Всероссийский марафон сильный духом дошел до столицы Чувашии. Чебоксарцы собирают помощь для жителей Донбасса. На страже современные технологии. Депутатам Госсовета и журналистам рассказали, насколько сейчас безопасен новочебоксарский химпром. Обратный отсчет. У управляющих компаний остается меньше месяца, чтобы получить лицензию на работу. Час икс для коммунальщиков. Меньше месяца осталось до окончания процедуры лицензирования управляющих компаний. Как проходит эта работа в Республике? И много ли организаций выдерживают экзамен? Сегодня эти вопросы обсуждали на еженедельном свещании в Доме правительства. Лицензионная кампания подходит к концу и уже становится ясно, какие организации не способны управлять жилыми домами. Кто-то экзамены проваливает, а кто-то в них попросту отказывается участвовать. Вопрос о смене УК уже назрел в Козловском и Цивильском районах. Не подали заявление 18 управляющих организаций. Тоже на слайде мы это видим. В основном это те организации, которые управляют небольшим количеством домов. В этом случае в соответствии с действующим законодательством уже полностью в основном полномочия передаются органам местного самоуправления, которые, как вы уже сказали, в течение 15 дней должны созвать общее собрание собственников помещения в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления. Решая вопрос о выдаче лицензии, экзаменаторы прежде всего изучают отзывы жильцов о работе организаций. Специалисты выезжают на места и проверяют, насколько качественно управляют компания. Много ли жало, благоустроена ли территория, как часто в домах проводят ремонт. В состав комиссии входят работники прокуратуры, представители общественности и районных администраций. Мы вот 31 марта рассмотрели 22 управляющих организаций. Принято решение выдать лицензию на осуществление деятельности по управлению 17 управляющим организациям. Двум управляющим организациям отказали. По трем организациям отложили принятие решения о выдаче лицензии. Причем, отметил глава республики, на балансе организаций должны быть не только новые дома. Необходим справедливый подход. Новые дома, все они на ресурсоперегающей технологии как бы соблюдены. И с точки зрения там окупаемость и самих управляющих компаний легче происходит. Если есть новые дома, соответственно, на обрусове должны быть дома, которые были построены, ну, к примеру, скажем, 30 лет или 40 лет назад. Если только на новые дома идут, соответственно, они там прибыль будут зарабатывать, они будут лучше по сравнению с другими управляющими компаниями. Уже сейчас очевидно, что такая процедура поможет выявить неэффективные УК. Михаил Игнатьев потребовал внимательно изучить заявления организаций. Лицензии должны получить только те, кто исполняет свои обязанности добросовестно. На нас накладывается огромная ответственность. Тем самым мы будем являться участниками этих отношений. Если мы раньше, проводя определенные встречи с жителями многоквартирных домов, говорили, что вы создали управляющую компанию на принципах самоуправления, вы избрали руководителя, рычагов влияния у нас не было. С мая месяца начинаются уже другие отношения. А до 12 мая в республике должны завершиться субботники. К уборке улиц и территории предприятий от мусора уже приступили горожане. Трудовые десанты в ближайшее время должны высадиться в парках и скверах. Предстоит очистить и берега Волги, а также территория, вблизи родников. Начинается работа по мытью дорожных знаков, троллейбусных опор, остановочных павильонов, ограждений, колеса отбоев вдоль проезжей части. В ближайшее время начнем побелку деревьев вдоль центральных улиц города, ремонт поребриков и бордюров камней, текущий ремонт памятников. В Чебоксарах и Новочебоксарске будут разбиты новые скверы. Всего только в столице республики планируют посадить более 10 тысяч кустарников и деревьев. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Об иностранных автомобилях на российских дорогах шла речь на встрече главы Чувашии Михаила Игнатьева с представителем крупной дилерской компании и генеральным директором Hyundai Motor в СНГ. Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии широко представлен модельный ряд компаний Hyundai Motor, от легковых машин до автобусов. Автомобили пользуются спросом у населения. Открытие дилерского центра, которое состоялось в Чебоксарах 3 апреля, даст дополнительный импульс продажам. Машины этой компании обслуживали участников и гостей универсиады в Казани. И не исключено, что автотранспорт корейского производителя будут использовать для обслуживания шестого командного чемпионата Европы по легкой атлетике, который пройдет в Чебоксарах в июне этого года. Генеральный директор подчеркнул, что благодаря федеральной программе льготного автокредитования, в которую попали и бюджетные марки корейских производителей, российский рынок будет одним из приоритетных для компании. Пожилая женщина и ее сын погибли при пожаре в Красночитайском районе вечером 5 апреля. Сообщение о пожаре в частном доме в селе Старый Атай поступило в пожарную службу около 20 часов вечера. Прибывшие сотрудники МЧС потушили строение, однако дом сгорел полностью. В разных комнатах дома на месте происшествия пожарными были обнаружены тела проживавших там 77-летней пенсионерки и ее 53-летнего сына. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Проверяется предварительная версия возникновения пожара в результате неосторожного обращения с огнем. По предварительным данным, мать и сын скончались в результате отравления угарным газом. В МЧС напоминают об элементарных правилах поведения. Чаще всего пожары происходят из-за старой проводки и нарушения эксплуатации домовых печей. Прибыльный семейный бизнес в Чувашии пресекли накануне сотрудники наркоконтроля. Семейный клан подозревают в сбыте наркотиков синтетического происхождения. Участники преступной группы распространяли и сами употребляли так называемые синтетики. В качестве курьеров преступную деятельность члены семьи вовлекли даже несовершеннолетнюю. Задержались по личным предприимчивых родственников в момент сбыта. Сейчас на них возбуждено несколько уголовных дел. Ведется следствие. Одно из крупнейших предприятий Чувашии, Химпром, регулярно становится объектом внимания экологов, политиков и неравнодушных горожан. Все дело в том, что раньше на заводе выпускали химическое оружие. С тех пор прошло много лет, производство давно закрыли, а беспокойства нет-нет да возникает. Особенно в предвыборный период. Насколько безопасно предприятие с точки зрения охраны окружающей среды, как защищены его работники, об этом депутатам Госсовета и журналистам рассказали на Химпроме во время пресс-тура. В музее Химпрома до сих пор хранятся контейнеры, в которых до 1987 года перевозили готовую продукцию – опасные вещества. С 1972 года по 1987 год мы производили химар-магазин. В 1987 году решением Женевской конвенции наше предприятие присоединилось к 120 странам мирового сообщества о заплете химар-магазин. Сегодня бывшее опасное производство законсервировано, никакой деятельности там не ведется. Вся территория завода оснащена системой контроля за безопасностью. Система каскада построена так, что мы практически не можем изменить какие-то базы данных, какие-то элементы. То есть она прошита однозначно и туда уже никто не залазит. То есть первым делом, сейчас как наши специалисты, кто нас проверяет, приходят, первым делом компьютер, открывают каскад, открывают все параметры, смотрят, как мы работаем. Что же касается утилизации отходов, она предусматривает две схемы. Использование в дальнейшей производственной цепочке, либо сжигание. Процесс термообезреживания заключается в том, что при температурах порядка 1200-1400 градусов происходит разрыв молекул, веществ, которые подлежат, будем говорить, уничтожению, с образованием атомов, которые связываются уже в вещества, которые являются безвредными, а кое-какие из них и полезными для жизнеобеспечения нашего с вами, в частности, получается, образуются у нас минеральное удобрение попутно. Понятно, что все технологические секреты нам не раскрыли. В конце концов, есть производственная тайна. Но цифры находятся в открытом доступе. Модернизацию производства и природосберегающие мероприятия на Химпроме ежегодно инвестируются не менее полумиллиарда рублей. Абсолютно спокойно. Я вижу, какие средства, какие технологические возможности вкладываются в эти производства, в безопасность, прежде всего, этих производств, в экологическую, технологическую безопасность. Мы сегодня еще раз убедились, что даже те нормы отходов, которые здесь существуют, они ниже предельных величин, которые даже может утилизировать предприятие. Поэтому, в принципе, за безопасность здесь можно не беспокоиться. Выпады в адрес Химпрома чаще всего звучат на заседаниях Госсовета Чувашии. Лидер фракции «Справедливая Россия» поднимает этот вопрос постоянно, независимо от повестки дня. Однако, среди участников пресс-тура Игоря Малякова не оказалось. Но его коллега по фракции Владимир Михайлов, судя по всему, остался доволен увиденным. В частности, системой термообеззараживания. Полностью удовлетворен теми ответами, которые главный инженер, так понимаю, обсуждал вместе с директором. Главный инженер, что есть действительно технический регламент по выпуску продукции годовой объем, где четко написано, сколько продукции должно быть выпущено и проверяется. И, соответственно, точно известно, сколько от этой продукции будет отходов. И как со слов главного инженера, что это все у них компьютеризировано и проверяется несколькими структурами, федеральными в том числе. И показано было на компьютере, в цеху, как производится процесс сжигания, где хранятся отходы, которые сам Химпром, соответственно, и производит. Собственно, все доступно и понятно. Вот у меня, по большому счету, вопросов не осталось. Развенчивание мифов – дело непростое, но когда видишь процесс собственными глазами, вопросов становится меньше. Елена Гальперина, Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Чебоксарцы поддержали всероссийский марафон «Сильные духом». Его проводит общественная организация инвалидов войны в Афганистане. В рамках акции в российских регионах объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Все собранное жителями Чебоксар уместилось в более чем 30 коробок. Общий вес груза превышает 700 килограммов. Неравнодушные к чужому горю принесли на сборный пункт теплые вещи, продукты питания. Из Чувашии в Луганск и Донецк уют пакеты с крупами, сахаром и чаем. Гуманитарные посылки вручат ветеранам Великой Отечественной войны, которые сейчас проживают на Донбассе. Активное участие в марафоне принимали депутаты и члены общественной организации инвалидов войны. Но, к счастью, все-таки люди остаются людьми и на сегодняшний день по всем направлениям. Во-первых, мы собрали наших активистов, наши районные структуры, объяснили необходимость, важность этой акции. Наши друзья, знакомые, депутаты, то есть все они безразличные люди, они на нашей просьбе никто не отказался. Кто, если не мы? Это вот девиз наш, действительно, везде существует. Поэтому, и что сегодня можно твердо говорить, нам удалось действительно достичь той цели, которая была поставлена нашим председателем Российской Организации. В Чувашии впервые прошел спортивный турнир, в котором приняли участие бойцы спецподразделений полиции из нескольких регионов страны. Битва за лидерство развернулась нешуточная. За спортивными баталиями наблюдали наши коллеги из пресс-службы МВД. В МВД по Чувашской республике прошел первый межрегиональный спортивный турнир, посвященный памяти сотрудников ОМОН, прапорщика милиции Бориса Казакова и старшины милиции Григория Кудькова, погибших на службе 5 апреля 1998 года. В состязаниях приняли участие бойцы ОМОН Пензенской, Ульяновской областей и Республики Мариэл, а также сотрудники госнаркоконтроля и представители общины казаков Республики. МВД по Чувашии представляли бойцы ОМОН и сотрудники конвойной службы. Участники состязались в различных видах спорта. Силовой комплекс был представлен выполнением следующих упражнений. Подтягивание на перекладине, выпрыгивание, жим штанги лежа, изгибание и разгибание туловища. Победителем выполнения упражнения подтягивания на перекладине стал боец Чувашского ОМОН Александр Соловьев. Лидером выпрыгивания стал его коллега Алексей Федоров. Он выполнил упражнения 220 раз. В следующих двух дисциплинах не было равных бойцу ОМОН Ульяновской области Владимиру Кукшину. Упражнения сгибания и разгибания туловища он выполнил 140 раз за 3 минуты. А штангу массы равной своему весу он поднял от груди 30 раз. Упорная борьба за пальму первенства развернулась в состязаниях по волейболу. Чувашские ОМОНовцы буквально вырвали победу у ульяновских коллег и стали лидерами турнира. Серебро в общекомандном зачете увезли ОМОНовцы Ульяновской области. Бронза досталась сотрудникам госнаркоконтроля республики. В преддверии 70-летия Великой Победы в Чебоксарах состоялась премьера спектакля «О зоре здесь тихие». Бессмертное произведение Бориса Васильева на сцене воплотили актеры Русского народного театра. Окунулась в атмосферу военных лет и наша съемочная группа. Постановка этой повести стала дебютом для молодого режиссера Владимира Синяева. Самостоятельное изготовление реквизита декораций, долгие и тщательные репетиции. К подготовке спектакля актеры-любители подошли серьезно. Занятия у нас проходят, мы время учли всем, чтобы было удобно, с 7 до 9 вечера. Репетиции у нас и в кабинете, и в зале. Именно к 70-летию победы был спектакль такой сделан. Старшину Федота Воскова и пятерых молодых девушек-зеничец сыграли студенты училищ и техникумов в Чебоксар. Жители столицы, у которых нет профессионального образования. Надежда Григорьева вышла на сцену впервые в роли сержанта Кирьяновой. Сначала тяжело было учить слова, потом вжиться в роль вообще, волнение перед зрителями. Это очень прям волнительно. Но надеюсь, всем понравилось. Этот спектакль играют молодые люди, знающие о войне только по воспоминаниям дедов и прадедов. Но играют искренне с душой, понимая, что живут сейчас благодаря защитникам Отечества. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Николай Яковлев, Республика. Волонсеры Чувашского госуниверситета побывали в детском доме в Порецком районе. Насколько важны такие встречи для студентов и воспитанников, узнавала наша съемочная группа. Как отличить съедобное от несъедобного? Как оказать первую медицинскую помощь в лесу? И почему соль – самая необходимая вещь в походе? Про это не только рассказали волонтеры воспитанникам детского дома Порецкого района. Они подготовили для ребят квест-игру по программе подготовки к походам. Эта повязка называется повязка душа. Она иммобилизирует ключицу, плечевой сустав и локтевой сустав, благодаря чему ключица становится неподвижной. Хотелось бы как-то привнести свою лепту в их развитие. Потому что сами понимаем, что мы, например, выросли сыграя, гуляя, далеко ходить в лес, в парк. А тут мы все-таки думаем, что немножко замкнутые они и, соответственно, хотелось бы помочь им в социализации. Воспитанники детского дома с удовольствием приняли участие в игре и узнали много нового. Про технику безопасности там не все, конечно, знала. Эвакуируется как нужно. Правильно. А еще в медицине там, где, ну, как раны заделывать, узнала. Волонтеры ЧГУ постоянно выезжают в различные детские дома и реабилитационные центры Чувашии с разными программами – развлекательными и образовательными. В этот детский дом они и другие волонтерские организации приезжают не в первый раз. Недавно были на весенних каникулах Чуваксара. Они показывали нам город, показывали музеи, где находятся, посещали музеи. Привозили в последний раз лыжи, спортивные мячи и так далее. Приезжают, частенько бывает. Уже совсем скоро ребята смогут применить полученные знания на практике. В следующий приезд волонтеров они отправятся в самый настоящий поход по живописным местам Чувашии. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов национального телевидения Чувашии. Я Ольга Спанова с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова